5 миллиардов человек. Почему это название? Потому что в мире очень популярна помощь многим людям, и это достаточно конъюнктурное название, которое возможно устоится, сколько возможно нет, и я буду рад, что это кричит. Очевидно, что старение вызывает множество болезней, и вот они здесь перечислились. То есть болезни приходят к нами. Это поразительный факт в том, что большинство людей не понимают, что за болезни вызываются старения. А им говорят, что они приходят к нам и к себе. Я разговаривал даже с некими очень хорошими молекулярными биологами, у которой есть статья в Nature, и она считала, что болезнь — это черный ящик. Она занималась, допустим, какими-то микроорганизмами, и не видела предыдущий слайд, и не видела того, что у каждого болезнь есть молекулярная природа. И она общая. И вот старение, болезнь, а про болезни лежит так. И, естественно, старение благодаря болезням и самому по себе приводит смерть. Сто тысяч человек умирали как за день. По разу МСН, я думаю, что сто тысяч растарение. В Нью-Йорке восемь миллионов, и за восемьдесят два дня население Нью-Йорка ежи каждые восемьдесят два дня мы теряем старицу Нью-Йорка. Понятно, вторая мысль очень важная для всех, а мне не мешает, как раз, рисковать. Вторая мысль тоже не считает, что старение может бороться. Я тоже хочу призвать всех собравшихся, рассказывать, что это просто возможно, что может обвести культурную природу старение, клеточную природу, дневного действия. Это лаборатория Энтони Атала, одного из самых крупных борцов. Он не борется со старением, хотя он выступал вместе с Сокрид Игоревом, и Шаксом самым. Самый крупный специалист в мире по генеоактивной медицине, не расскажу дальше. Самые впечатляющие наши возрасты, почему борется со старением, в генеоактивной природе. Он про генеоактивные дорожжа с одной недели. У дорожжей 20. Это тоже очень важно понимать, что мы делаем успехи на животных, работодатых организмом, что у нас общая биологическая природа, что мы на самом деле очень похожи на дорожжей, что весь интеллект, наши чувства, мысли, они возникают на очень-очень небольших изменениях. А базовые вещи, как не функционируют, у них уже дрожжей, уже клетка, уже полностью функционирует. 23% генеоактивных совпадают, имеют в генеоактивных человек. Хорошо? И вот вышла знаменитая статья, он 10-кратно увеличит продолжительность жизни. Исключив работу с двух генов. Это вообще поразительный факт, когда мы... Мне всегда он потрясает, беспропотный, что мы что-то выключаем, и организм идет дальше. Мемотодия удалось продлить жизнь в 10 раз. И это тоже фантастическое, фантастическое, более продуктожрупное животное, 500 клеток в азоте. И вот Роберт Шунт или Райс смог это сделать. И он приезжает к нам, если у нас все хорошо, на конференцию генетико-сторению председателя программного комитета. Вот он смог увеличить продолжительность жизни элегант, который 35%. Хорошо. В 10 раз, выключив ген H1, у нас есть головок фасонизот трикиназа. То есть у млекопитающих. И уже воздействие... То есть как происходило выключение генов? Оно происходило в поколении мутации. Пробивались мутации у животных, и уже их дети, неусловно говоря, жили дольше. Наша идея все-таки прийти к фармакологическим, в том числе к фармакологическим жертвам, когда мы не мутация, не у детей вызываем пробитие жизни, а уже у существующей взрослой особи. И это было сделано с рожданным геном садованием, Лешей Мостальоновым. Да? Лешей Мостальоновым. Он не на много процентов на 10, но уже там фармакологически воздействовал фармакологическим жертвам фармакологическим жертвам фармакологическим жертвам знаменитым Торсином. Подстроили его и продлигшись мута. Сколько мастерей имеешь? Около 10 процентов. Около 10 процентов. Это очень неплохой результат. А дальше вопрос доз и вопрос еще комбинации, о которых мы говорим дальше. Также два раза партирующиеся дирософии у Анкарашина. Здесь записано 70 дней. И вот она тоже выключили, сделала локацию в Евгении Индии. И длилась своему. И вот была своя знаменитая история с Алисбератромом. Александр Чайлинов, 59-й рыбой прожили. Ну, это баран Хьюс. Вот стоит. Да. И я сделаю в своей работе и с Мушной дальше. Я сделаю в своей работе на статьи, на статьи, на статьи, для девочек, рассказывать об этом. И вам, будете рассказывать в аудиторию, что можно работать, и что нужно. Здесь очень много. Борьба со старением, она очень обширная, она гораздо больше, чем здесь представлено. Но 90% борьбы со старением с Алисбератом. И вот, самый удивительный результат английского питающего, то, что было продолжено жизнь мыши, два раза. Это сделал этот перечивание. За что получил первую переменную слою. Два цели. То есть, мы уже совсем, мы уже практически мыши. И вот он сделал эту маленькую мышку, отключил рецептор гормона Руслана, и посадил ее на низкокаварийное питание, чтобы продолжить два раза. И это просто умного питающего. То есть, теперь нам нужно добиться такой же промокологии. И вот, опять-таки, статья привлечена. А, может, в какую статью вы уже назвали? Эндокринология. Да, эндокринология. Дальше. Это очевидное место. Очень важно разобраться со старением и увидеть для чего называется акцентуальная схема, для того, чтобы понять, старение, а куда мы, собственно, движемся, куда мы прилагаем нашимся. Старение. Соответственно, так как старение, оно уже стоит. Вообще, что такое старение? Старение – это накопление ошибок в организме на молекулярном клеточном и органном уровне. Обусловлено изменение на работе генов. Наши гены меняются в работе, и мы под воздействием ошибок и продуцируем новые ошибки. И новый состоит, который приводит к новому ошибку. И у нас есть несколько количеств идей, чтобы исправить. Соответственно, здесь они перечислены, и на первом месте это экспрессия генов. Я постараюсь побыстрее, постараюсь и митинг все устали, и я постараюсь быстро. То есть, можно было прочитать. Основная идея борьбы со старинами – это два. Когда мы продолжаем всю жизнь, мы видим три пути. Это биологическая борьба со старинами. Также это искусственный орган, просто синтетическая биология и модерирование генератором и генератором сознанием. В этой лекции я говорю, только на борьбе с состоянием, только на биологических аспектах. Значит, у нас есть две стоповые дороги в этом направлении. Это управление экспериментом и регенеративная медицина. То есть, мы обладываем на пене, и это за ним пересекает. То есть, мы увидели сейчас примеры, как рассмотрели, генетической эмакуляцией, с помощью, когда мы влияем на генетику, меняем гены. Но наша задача, у нас уже гены да есть, и нам не добавить чужую гену, нам добавить самим и до этого важна эпигенетическая регуляция, то есть, изменение работы генов. Гены могут работать на детстве, могут не работать. то есть, в течение дня у нас каждое время у нас меняются гены, работа генов. А пускай неспецифичная работа, она меняется. Но самое большое проблема, что она меняется с возрастом на негативный результат. Ну и дальше. И соответственно нужно уметь воздействовать как? Как? Это мы все знаем хроматин битрия, это нить, и вот у нас ДНК, нить ДНК, вот она, вот она, вот такие катушки. Это листоны, как листоны, и в зависимости от того, вместе они или раздельно, ДНК, ну, фермент может садиться на них, вот эти листоны, они уже потом нарисованы, всякие ацетилазы, ацетилазы, они влияют, и не могут сходиться и расходиться, и сможет, и от этого зависит. Сможет ли фермент считывать, считывать информацию при гервативном или не, в частности, ДНК, зависимость, ДНК, зависимая полимирация. И вот мы видим, то есть, я хочу обратить еще раз внимание на отличие, на какое отличие? На то, что мы говорим о эпидементической регуляции, то есть, мы включаем, ген. И вот, например, есть генотгрути, у этой мышки она желтая, она толстая, она будет склонократно диабету. И как вот такая метильная группа садится на этот ген, что же такое, если мы на этом говорили о гистономах, сейчас там о медилировании ДНК, как эта химическая группа села на генотгрути, и она сразу ухудаясь домой. вот это очень важно. Соответственно, нам, будучи этой мышкой событий, нам нужно быстрее научиться делать метилирование ДНК данного гена, и было бы нам прекрасно. теперь следующая простая идея. Абсолютно она элементарная. У нас даже если мы не знаем как работают гены, мы можем просто быстрее давать видеть, что есть гены у долгожителей, у долгожителей мыши, у долгожителей людей, которые ассоциированы, которые, может быть, не прямо ведут продолжительность жизни, но просто долгожителей они есть. А у короткоживущих мышей людей есть другие гены, гены старения. Соответственно, у нас есть 2 группы генов, всего 800 из 30000, которые ассоциированы с старением. Соответственно, у нас простая идея. Давайте включать те гены, которые ассоциированы с долголетием, включать те, которые ассоциированы с низкой продолжительностью жизни. И перебором мы будем искать оптимальный вариант, сначала мутации, а потом фармакологически будем повторять то, что нашли в экспериментах на животных. И, соответственно, на этом пути что-то сделать. То есть, сначала с мутацией, потом фармакологией. с мутацией. И вот ребята нашли пропагалку на мушах рабо-минственнице. Уменитое лекарство. Единственное доказание лекарства, подливающих жизнь на легкопитающих. Это рабо-минственнице. Вот статья нашумевшая. Вот я ее подозреваю не буду спать. Подозревать что-нибудь выше начали дольше до начала лекарства такой нюанс. Ну, вот эти благосклоны занимаются и идет управлением жизни на людях и говорят давайте, давайте и могут двигать русские инвесторы 120 млн. рублей и может что-то будет повышаться.